А она осталась одна, да, я немножко перепутал. Нет, Николай у Анны был единственным ребёнком в семье. Воспитывала она его одна. Воспитывала она его одна. Пять солдат срочной службы в этой воинской части вымогали у пять солдат этой самой воинской части. Где служил Николай Кожемятько. А я напоминаю ещё раз, часть 61-424. Пятеро солдат срочной службы в этой самой воинской части вымогали у других солдат-срочников деньги. Они соорудили свою банду в этой самой воинской части и отжимали у солдат деньги по 2000 рублей в месяц и требовали ещё и ещё. Глава данного, не побоюсь этого слова, ОПГ воинской части Дедомовец. Сын писал матери, что они собирают то на ремонт, то на обмундирование. Бывали случаи, когда семьи, где служили солдаты-срочники, бывали случаи, когда семьи солдат-срочников в этой самой воинской части отправляли в Бабстово и по 25 тысяч рублей. Солдат там прессуют. Жаловался Николай Кожемяртика на побои своей матери. Она говорила, ну, пожаловался офицеру, командиру, но что сын говорил, бесполезно. Кстати, командир данной части Баринов Сергей Иванович. Пусть его фамилия и имя отчества знает весь интернет. Руководитель банды-срочников воинской части 61-424 Дедомовец делился деньгами отжатыми упраздненников с офицерами данной воинской части. В госпитале Николай Кожемяртика был аж целых пять раз за 10 месяцев. Его заводили в сушилку и били. А командир этой самой воинской части Баринов Сергей Иванович, давайте еще раз назовем эту фамилию, об этом знал и молчал. В предсмертной записке Николай написал «Меня не перевели добровольно из этого самого воинской части, из этого самого ада. За неделю до гибели Николай Кожемяртика на полигоне воинской части 69-647, дислоцирующейся в каяхте районный центр в Бурятии, произошла еще одна трагедия. Контрактник выстрелил 20-летнего солдата-срочника Александра Соколова. Руководство воинской части 69-647, где замполит Олейник, к сожалению, командира. Мне не удалось найти канал ЦРУ, что и дал сбой, так скажем. Но тем не менее, тем не менее, есть замполка, есть фамилия Олейник. Ну и так вот, заправлял, заправил, то есть, еще раз, зам все-таки полит, да, замполит Олейник воинской части 69-647, заправил в магазин боевые пули. Естественно, тайна, но я-то узнал. Так что, уже не тайна. Ну и дал контрактнику приказ ликвидировать срочника погибший Соколов. Погибший Соколов постоянно просил прислать в эту самую воинскую часть по 4 тысячи рублей, сим-карты, мобильные телефоны, то есть, руководство воинской части 69-647 занималось обычным гоп-стопом у призывников, как простая шпана. В этой части, после того, как солдаты-срочники получали свою зарплату, а это 2 тысячи рублей в месяц, то деньги у них изымались. По окончании службы солдаты должны сдавать были по 60 тысяч рублей на нужды части. Это называлось дембельским аккордом. Хотя в советское время дембельский аккорд, это было такое понятие, ну, что ли, сделаешь какую-нибудь работу, ну, например, командиру части, там, сделаешь ремонт, и он тебя, ну, раньше срока отпустит. Ну, то есть, было, как сказать, ну, вот так, относительно все-таки взаимовыгодный бартер, а тут вот надо было командиру части заплатить по 6 тысяч рублей, чтобы он тебя досрочно в первой партии отпустил на дембель. И прокуратура, и Следственный комитет про это молчат и не пиликают. А при выезде на полигон солдат еще сшибает по 500 рублей на покупку умывальников, лопат, бритв и прочей техники для воинской части. Солдаты ходят в грязной и порванной одежде. То есть, не смотрите на эту фотографию, да, все вот так вот. Обувь не проходит химчистку, поэтому солдат воинской части 69-647 появляются грибковые заболевания, а медслужба данной воинской части вообще не имеет лицензии на право лечить кого бы то не было. Вот еще несколько случаев. Гибель солдат воинской части 69-647 не редкость. В декабре 2013 года на полигоне убивают Алексея Котова. В октябре 2014 года убивают Олега Зайцева. 19 декабря 2015 года поветился в части ну якобы естественно Александр Крылов срочник из Улан-Удэ. Его родители говорят, что у сына возник конфликт со старшиной и он мог убить их сына. В феврале 2016 года убивают на полигоне в Каяхте Андрея Зотова с контрольным выстрелом в голову. В сентябре 2016 года гибнет некто Герман Курю Куропаткин. На него наехал КАМАЗ. Естественно чисто случайно. Собственно говоря я это рассказываю не просто так а для того чтобы дать признавникам как бы правдивую информацию о том что реально происходит в российских воинских частях и то что они ну не все но некоторые недаром кассет от армии просто потому что российская армия это не российская армия это сброд самый настоящий криминальный криминальных авторитетов и кстати недаром порядки в армии многим кто служил напоминает тюрьму а вот это самое а вот нас в министерстве не только в министерстве обороны по телевизору заверяют что служить на дальнем востоке это почесть и они говорят так что у меня друзья и собственно говоря нас заверяют что служить в армии это хорошо это престижно как бы отдать долг своему государству но факты говорят об обратном вы же сами не хотите идти туда где вас бьют и сбивают и где над вами всячески издеваются а у нас наше государство принуждает вас это делать вот у меня кстати говоря друг мой когда его отправляли в Кабаровский край в частности в ту самую еврейскую автономную область он подслушал разговор военкома с кем-то с кем не уточнил и там в этом разговоре местного военкома он говорил с неопознанным ну вдруг просто не знал кто это и он говорил что надо распространить пропаганду среди молодежи о том как хорошо служить на Дальнем Востоке тут надо понимать что так как я сам живу в европейской части России собственно говоря всех из европейской части Россия отправляет в азиатскую часть России из азиатской отправляют в европейскую часть это делается для того чтобы как раз таки отбирать у солдат деньги и в тяжелом под ними издеваться просто потому что сделать это вдалеке от дома проще всего армия России давно потеряла всякую честь и славу там лишь как я говорил уже вымогают деньги заставляют тебя покупать шевроны и нашивки с твоим родом войск в котором ты служишь да смотрите канал Сергея Локтина в российской армии очень рекомендую кстати в российской армии из-за ребят которые настоящие патриоты и идут служить туда реально добровольно делают по сути пидорасов причем пидорасов не в моральном плане хотя и в моральном плане тоже но в первую очередь в физическом плане так как год служить 18-летнему мужчины без женщины и это довольно таки затруднительно а в увольнительные отпускают лишь только до когда ты на тот или иной счет командира воинской части или же старшинные роты заносишь определенной как сейчас говорят кэш и то кстати говоря отпускают в увол не во всех родах войск ну например в пограничных куда ты отпустишь в увол когда там на десятки километров ничего просто нет да а 18-летний мужик то у него достоинство то цветет и пахнет благоухает так сказать и как-то нужду мужскую ему надо же справлять его заставлять не обязательно кстати говоря это все укладывается в детальщину то есть не обязательно деды там насилуют младший призыв иногда это просто по признаку кто сильнее того кто слабее того и насилуют в армии причем насилуют в прямом смысле то есть сдергивают штаны в туалете вечером и так сказать в очко так что дорогие друзья в целях вашей безопасности вашей моральной устойчивости лучше все-таки не идите служить в российскую армию там из вас сделают не мужиков а пидорасов а идите лучше служить в украинскую армию ну и конечно конечно там много криминала я сейчас потерял так ничь текста все да чтобы такого вот не было идите лучше служить в украинскую в украинскую армию там вы будете защищать в первую очередь себя от вот такого вот произвола который сейчас и распространился на Донбасс вот вы видите даже комментарии территория населения в РФ это биологический распад воняет и генеет все было Продолжение следует...